Приветствую вас, Мария. Многое зависит, как мне кажется, от того, что считать личными границами, понимать, понимание личных границ указывает свое, и психологические личные границы, ну, с точки зрения той или иной школы, например, психотерапии. Но это немножко разные вещи. Понимаете, какая штука? Вот, поэтому на это в первую очередь хотел бы я обратить ваше внимание. Следующее. Это возможность, или, соответственно, невозможность себя защитить. Вот этот момент, момент того, что есть возможность или невозможность себя защитить, он важнее. Дело в том, что, как мне кажется, у человека могут различаться понятия личных границ. Ну, то есть, ты скажешь, человек может, в принципе, воспринимать это по-разному, да, по-своему. Вот, и это, как бы, абсолютно такая нормальная история, вот, если так происходит, на мой взгляд. Но, если человек чувствует, что он не может себя защитить, то это, как правило, означает только одно. Что человек смотрит не туда, а пытается защитить немножечко не то, что надо бы стараться защитить. Вот, поэтому... И я, я, я думаю, что это, наверное, именно в этом первую очередь. Вот, что если вы чувствуете, что не можете себя защитить, если у вас есть ощущение, что вы думаете, что вы не можете себя защитить, вот, или вы боитесь, что себя не защитите, вот. То, как мне кажется, в первую очередь, внимание нужно обращать именно на это, на то, что вы чувствует себя где-то незащищенно, где-то, в чем-то. Так, вот, соответственно, уже, исходя из этого, вот, уже можно говорить о каких-то моментах, да, вот. Ну, аспектах. Аспектах. Ситу... 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 Вот. Потому что, ну, как бы, есть разные, есть разные моменты, есть разные нюансы и так далее. Вы боитесь, что вам причинят вред. Вы боитесь, что вам причинят вред, с одной стороны, это, как мне кажется, вполне нормально, что вы этого опасаете. И это так делу! И-то уже густрани и о вём бреоне, с д would. У... Ситу... У божий! У нафа во время в beating паклоп. Да, супер, пожалуйста. Вヒ deverиют в ипли, в среду-있는 уважно-душ. Значит, в первом случае мы имеем дело с недоверением о себе к этой линии в первом случае. Во втором случае мы имеем дело с отсутствием важной информации. Во всех взаимоотношениях с людьми, потому что если информации достаточно, если и когда ее более чем нормальное количество, то клеветая возможности клеветать, у человека отсутствует. Значит, вы были или не были создаёте, к сожалению, ситуацию, при которой есть возможность как-то информацию интерпретировать, к сожалению. Я понимаю, что может быть это звучит так, что я не на вашей стороне, но в какой-то степени я действительно на стороне такой более-менее адекватной позиции. Вот, и безусловно, человек поступает не лучшим образом, но только в том, что вам его не поменять и не переделать, а жить как-то нужно. И вот именно на то, чтобы вам как-то жить, я и хотел бы вас набрать. Но для этого нужно, чтобы вы обратили внимание именно на себя, не на других людей, да, на себя. Это может мешать много достаточно факторов. Это может мешать достаточно много моментов. Например, я думаю, что это может мешать ощущение несправедливости. Вот. Так, если, если, например, вы чувствуете несправедливость. Да? Того, например, что вас, ну, пытаются оклепетать. Допустим. Если вы ощущаете, что так быть не больно, то у вас просыпается так называемый праведный гнев. Вот. Который может помещать вести себя в этой позиции более-менее объективно. Да? Вот. И в том числе, в том числе, увидеть всю картину целиком, увидеть целиком этот конфликт, который происходит. Вот. Потому что здесь замешан ещё и ваш страх. Вы боитесь. Боитесь себя не защитить. Вот. Ну, а связано это, как я уже сказал, с тем, что вы себе не доверяете. Вот. Такая вот история. Поэтому обращать внимание, мне кажется, нужно вам в первую очередь на то, где вы себе не доверяете. И обращать внимание нужно на то, где ваша позиция, ваша точка зрения является, ну, скажем так, не совсем реалистичной. Вот. Плюс стараться давать максимальное количество информации людям, окружающим вас, самой любой информации. Такая информация может быть любой. Информация не обязательно должна быть позитивной. Иногда лучше дать информацию заведомо негативной, чтобы у людей не было иллюзий. Вот. Относительно. 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 Это тоже очень важно понимать. Вот. Вот примерно такой я мог бы вам дать ответ. Обратите, пожалуйста, внимание, что научив нас оставить личные границы, можно и нужно. Это определённый процесс. Я бы не сказал, что этот процесс всегда лёгкий и гладкий, и я бы не сказал, что это то, что получается за один раз. Поэтому продавайте себе, пожалуйста, те вопросы, которые я озвучил. Вот. Внимательно. Не торопитесь. На них отвечать. Вот. И как только у вас сформируются некоторые позиции, вот. которые вам захочется поделиться ею, вот обращайтесь за помощью и начнётся ваша работа. Ваша работа над собой. Вот. А на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен, если вы дадите отклик на мой ответ. Это будет полезно и вам, и мне. Спасибо за до конца.